Накануне памятной даты в Измельском дворце культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко прошел торжественный вечер «Афганистан, ты боль моей души», приуроченный к 28-й годовщине вывода войск. Это и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти, и скорби о тех погибших воинах-интернационалистах. И не только в той войне. Минутой молчания почтили присутствующие память всех тех, кто не вернулся с поля боя. От имени городского головы ветеранов поздравил его заместитель Сергей Баткилин. Мне хочется, я мечтаю просто об этом, чтобы хоть какой-то день в мире прошел без выстрелов, без войны. И в нашей стране тоже. Большое спасибо за то, что вы делали для нашей страны. За то, как вы участвовали в ее жизни после войны. За то, как вы воспитывали детей. Большое вам спасибо. Председатель Измаильского союза ветеранов Афганистана Валерий Герасименко отметил, что памятная дата окончания любого вооруженного конфликта уже праздник, потому что война окончилась. Этот праздник, конечно же, со слезами на глазах. 15 февраля Украина честует всех, кто принимал участие в боевых действиях на территории других государств. Это Афганистан, Египет, Чехословакия, Анфиопия, Велославия, Сирия и другие горячие точки мира. Пожелать всем бойным интернационалистам крепкого здоровья, чтобы все было хорошо, чтобы никогда ни взвода не посещали семьи ваши, мира, добра вашим родным и близким. По случаю 28-й годовщины вывода войск, активистов общественной организации Измаильский союз ветеранов Афганистана отметили грамотами городского головы Измаильского военного комиссариата Измаильского союза ветеранов Афганистана. Музыкальные и танцевальные поздравления «Измаильские таланты» подарили тем, кто прошел тяжелые испытания войной и вернулся домой живым. В концерте выступили Ксения Дорошенко, Беляна Митева, клуб бально-спортивного танца «Дримданс», хореографические группы «Конфетти» и многие другие. Музыкальные и танцы «Измаильские таланты» 15 февраля, по сложившейся традиции, горожане соберутся на митинг в центре города у памятника погибшим воинам-интернационалистам. Об этом мы расскажем в нашем следующем выпуске. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ